Я приветствую зрителей моего канала в YouTube. И вопреки, наверное, ожиданиям я не хочу говорить о выдвижении сегодняшнего кандидата в президенты. Потому что мы, как и о других подобных событиях, хотя он очень важный, и во многом определяющий в судьбе будущих выборов, в их возможных сценариях, но тем не менее, не наша задача, но не моя, по крайней мере, задача разбирать персоналии. Моя задача разбирать принципы, с которыми эти персонали идут на президентские выборы. И мерить всех этой самой линейкой, линейкой национальной безопасности, будущего, линейкой здравого смысла и вообще-то того, ради чего мы, собственно, ходим на выборы. Не для того, чтобы пакет гречки загрязли, или там дурака свалять поражать. Потому что потом ржать будет не очень настроение, а дурака валять будут из нас. Так вот, чтобы выбор любого человека, в том числе у меня, был осознанный, я хотел бы рассказать свой сценарий того, что случится, если к власти в стране тем или иным способом, к президентской, парламентской, к любой, к обеим ветвям сразу, придут популисты. Кто такой популист? Это человек, который дает народу обещания, которые, ну, на первый взгляд, ему могут нравиться. Но это такое, как бы, популизм, он показывает верхушку такую, заманушку, и не показывает того, что и скрывает, и ведь не договаривает то, что под этим всем внизу, в базисе. Мы попробуем копнуть чуть дальше, чем на полштыка лопаты, и покопаться в обещаниях, которые являются популистскими, и которые... Поговорить о последствиях возможных. Если такие решения, и такой вектор будет избран, значит, в качестве власти в нашей стране. Значит, во-первых, по экономике. Экономические обещания, это самые, конечно, модные, и, наверное, никто из кандидатов их не избежал в той или иной мере. И, ну, мы слышали разные обещания по ценам, по пенсиям, по тарифам, по всяким там, ну, послушать наших кандидатов. Вот просто только за них не бы голосовали. А так бы у нас уже тут была, фактически, там, не знаю, Австрия, еще что-нибудь. Конечно, никакой Австрии не будет. Пока экономик не заработает, не будут платиться налоги. А, кстати, некоторые иногда-то предлагают НДС отменить, ну, и прочие налоговые реформы такого фантастического завирального свойства. Как и тарифные и так далее, и так далее дела. Опустим мотивации, опустим формулировки. Предположим, что вот, ну, люди от души хотят нам чем-то помочь. Улучшат нашу жизнь быстро и эффективно. Но говорим о том, к чему это может привести. Дело в том, что экономические всякие обязательства, включая тарифы, включая налоги, их приведение в порядок и так далее, и так далее, они очень плотно завязаны соглашениями с европейскими странами, с Международным оболётным фондом и с рядом других организаций. Президент, вообще-то, не властен, в принципе, над экономическими вопросами напрямую. Но даже если предположить, что там обе ветви власти, за и все дружно голосуют за прекрасное экономическое, богатое будущее, то надо иметь в виду, что эти наши желания жить хорошо здесь и сейчас, они не будут ни за счёт чего. Если где-то прибудет, в другом месте убудет. Да и прибудет, мне понятно ли, но, по крайней мере, решения, которые пойдут в разрез с экономическими обязательствами Украины, финансовыми, они повлекут к разрыву отношений с данными организациями. И также налоговые всякие непродуманные популистские решения приведут к тому, что тут какое-то время будут люди, не понимающие, аплодируют, но потом они успокоятся, потому что поймут, чему это привело. Мы лишимся дешёвых кредитов от МВФ, ну, просто такими людьми недоговороспособными, как со странами, такими недоговороспособными, меняющими правила игры, никто не имеет дела в долгосрочной перспективе. Это приведёт к разным-разным последствиям. Все их я не могу представить, я не экономист, но концептуально я это понимаю. То же самое, как налоговые и прочие-прочие такие пассы в сторону типа народа, они могут обернуться тем, что запад европейцы скажут, что вы не выполняете своих обязательств, не приводите свою налоговую систему в соответствии с европейскими стандартами. И, значит, немножечко вот здесь постойте на боковой стояночке по пути в Европейский Союз, потому что там очень много пунктов, которые надо выполнять. И налоговая предсказуемость, финансовая предсказуемость, и системная работа в системе координат европейской, она важна. То есть, как бы нам не скажут нет, но и скажут, ну, мы всё поняли. И пожмут плечами, а дальше как хотите. К чему это приведёт? Это приведёт к тому, что потенциальный президент или парламентское большинство, которое пойдёт на такие публицические шаги, которые приведут к осложнению отношений с Западом, к стагнации или к разрыву таких экономических отношений, к непониманию, им придётся откуда-то брать деньги, чтобы быть дальше прекрасными, красивыми, вселюбимыми народом, чтобы, так сказать, их не прокляли в первые же несколько месяцев их, так сказать, службы народу. А что придётся делать? Придётся откуда-то их брать, откуда могут взять деньги украинские власти, кроме Запада. Я думаю, тут особо показывать пальцем не нужно. Пробовали уже, брали, не знаем, к чему привело. В наших условиях это приведёт к новому Майдану, я думаю, совершенно спокойно. Потому что... Сейчас я объясню про ситуацию, очень простую. К тому, что... Почему новый Майдан? Потому что любая попытка сблизиться с Россией и пойти на какие-то там перемедления с ней приведёт к возмущению огромной массы людей, пострадавших от войны, и участвующих в войне, и участвовавших, и участвующих, и так далее, и так далее. И это возмущение неизбежно вылиться в массовые протесты. Майдан я употребил такую форму, это может быть в любых, в разных формах. Но это всё приведёт к внутренней дестабилизации, к раскачиванию этой системы, к расшатыванию системы. Чем может воспользоваться, мы тоже знаем, кто, пальцем показывать не надо. То есть я не верю, что здесь какая-то пророссийская политика в Украине может напрямую говорить с Путиным, но расшатать попытками этих разговоров с ситуацией, в стране до степени близкой к революционной и так далее, он вполне в себе в состоянии. Соблазны такие из Москвы будут. Они уже сейчас открыто говорят, что готовы своим там помогать, кто с ним будет договариваться, и так далее, и так далее. Вот. Это как бы экономика уже переходит во внешнюю политику, как на европейском направлении, так и на направлении страны-агрессора. Теперь по чисто политическим вопросам. Те, кто говорят вам, что они хотят реанимировать Будапештский меморандум, они либо сами заблуждаются, не знаю, либо нас обманывают. Будапештский меморандум – это не ратифицированный договор, который никакой силы законной не имеет, фактически. А потом это все уже 5 лет назад, все было порушено, и никакого возврата к Будапештскому формату, конечно, быть не может. Там еще и Китай замешан, и Россия в этом Будапештском меморандуме. Все это уже договор, он и так-то был, такой-то как такая, знаете, обещал, но не женился. Какие были обязательства после того, как 5 лет уже развода и войны, и кто их будет соблюдать, и кто их будет восстанавливать, никто, конечно, не будет. Это было морально большее обязательство, в том виде, в котором оно было на момент 14-го года, на аннексии Крыма. Ну, с моралью у Запада плоховато, оно ничему не обязывает, а в России морали вообще нет. Поэтому говорить о Будапештском меморандуме в практическом смысле это полная ересь, и любой серьезный человек, как покроет у виска, скажет, ну, ребят, это уже как кучук на аржийский мир, по которому Екатерина, нарушу которого Екатерина Крым аннексировала, требовать его восстановления. Это просто невозможно. Но я думаю, что тут еще опаснее история, что говоря о Будапештском формате, имеет в виду свертывание, сворачивание минского формата. Минский формат ни к чему не приведет. Это абсолютно пустопорожная история в плане позитивном, как бы, потому что Путин мириться не будет ни с кем до того, как не проиграет глобально эту игру. И Украине, и Западу он будет хотеть только на своих условиях. Но дело в том, что сам по себе Минск, он ни к чему не приводит. Может быть, только как площадка для обмена политузниками и так далее. И то уже давно не работает, как эта площадка. Хотя бы там об этом говорят. Но практически в смысле ноль-зиро. Но однако на этом крючке бессмысленно вбитым в глухую стену висит вся остальная система санкций. Если мы отвернемся от Минска или там будущие власти, которые захотят говорить много о мире и о любви и о родской дружбе или даже молчать об этом, но делать что-то не так в отношениях с Северо-Западом, если Минск рухнет, рухнет вся система поддержки Украины, которая была выстроена за эти годы стараниями разных людей и в первую очередь стараниями, как это непавственно будет звучать, наших бойцов, которые держат фронт и которые не дали продвинуться дальше, которые являются настоящим единственным гарантом того, что Путин дальше не идет. хотим каким-то образом плюнуть им в спину, хотим отблагодарить их тем, что придать интерес страны и решиться западной поддержке, сначала политической, а потом, я уверен, экономической, военной, это как домино пойдет, потому что нет доверия, нет соблюдения договоренностей, нет посредственного курса политического, я еще раз говорю не о персоналях, а о политическом курсе, нет, это такой в общем-то плевок в сторону тех людей, которые держат нашу независимость и спасают нас от российского вторжения, иначе, поверьте, мне это армия, Путин давно бы в торгсе и наплевал бы на все, потому что никакие Будапешты его не остановило бы. Но вот это только два направления экономики и политики можно больше насчитать, но эти пункты, которые нельзя нарушать, и когда какие-то кандидаты, политические силы, партии говорят об этих вещах, сразу можно не верить, это туфта и брехня, и также можно не верить и не доверять им политическим силам, которые ничего не говорят о том, как мы будем освобождать Крым и Донбасс, понятно, что ни Минск, ни добровольно никакой Будапешт нам не помогут освободить, понятно, что военный путь сейчас на данный момент нереален, но и военный путь должен описан быть в стратегии, в программах политических партий, подготовка к военному пути освобождения должна не исключаться, как и политическое давление, и экономическое, санкционное, и единство западной коалиции, и так далее, мы должны быть готовы ко всему, это должно быть прописано в программах партий, у партии должна быть стратегия возвращения Крыма и Донбасса, но, к сожалению, даже в государстве, ее пока нет. про Донбасс что-то там якобы решали, хотя ничего нет особенного, но про Крым вообще до сих пор нет стратегии, пятый год аннексии, вот такая вот, такая вот ерунда. Вот, но главное нам с этого пути не свернуть и не выбрать тех кандидатов и те партии, которые будут нам вешать лапшу на уши и разводить, как дураков, вот мы все-таки не идиоты. Спасибо за то, что смотрите мой канал, нажмите там подписаться, если у вас кнопочка где-то рядом, если вы первый раз смотрите, возможно, вам понравится. Спасибо всем, кто меня поддерживает, я вам очень благодарен, будем дальше смотреть, что за происходящим, анализировать уже какие-то прыжки предвыборные и опускать их с небес на землю и принимать решения в соответствии с законом, избирательным руководством и здравым смыслом. Всего доброго.